Дельфинов спасли. Сегодня в поселке Веселовка развернулась настоящая операция. Краснокнижные афалины, напомню, на протяжении нескольких месяцев, содержались в жутких условиях. У животных искривлены позвоночники и изранены тела. Истонченные, покрытые страшными язвами, дельфины плавали среди отходов в бассейне с ледяной водой. Продолжит Алексей Устинов. Вот тот самый ангар, где долгое время содержали дельфинов. Сейчас здесь работают сотрудники полиции, природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора. Они забирают мукопитающих, чтобы спасти им жизнь. Вот в этой яме в ледяной воде, среди мусора, грязи и дохлых мышей, живет пара дельфинов. Скорее, существуют. Животные больны. Тела изранены об острые стены темницы. Спасательная операция началась около полудня. К ангару подъехали полицейские и сотрудники природоохранной прокуратуры. Силовикам помогают работники дельфинарии из Анапы. Они же первыми сегодня смогли оценить состояние дельфинов. При осмотре это искривление позвоночника и хвостового стебля, что свидетельствует о очень плохих условиях содержания животных. Также видны нарушения целостного кожного покрова. Слизистые опорочки не в порядке. Также состояние зубов и десен у дельфинов вызывает опасение. Чтобы вытащить краснокнижных афалин из лавонной ямы, тренеры отогнали животных на минимальную глубину. Забросили сети. Дельфины своих спасателей даже не испугались. Они, казалось, понимают, что люди пришли им на помощь. Как только животные оказались на носилках, стало ясно. Дорогу к дельфинарию они могут не пережить. Сильно истощены. За дело взялся ветеринар. Млекопитающим он дает специальный пищевой раствор, который должен придать сил. И только после этого сотрудники дельфинария дают разрешение на транспортировку. Афалин перевезут в дельфинарии Большого Утреша. Там их ждет длительный период реабилитации. А полицейские намерены привлечь к ответу хозяина животных. Биологические пробы и анализы воды направлены на исследование, по результатам которого будет дана соответствующая оценка. Проверка по данному факту продолжается, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Человеку, который поместил пару дельфинов в жуткие условия и едва не довел до гибели, грозит административное дело. Самое большое наказание по статье «Содержание краснокнижных животных без лицензии» штраф в миллион рублей и конфискация дельфинов. Алексей Юстинов, Самир Гачаев, Кубань-24, Темрюкский район. Кубань-24, Темрюкский район.